Канцелярские товары, школьные формы и рюкзаки. Через две недели все это будет востребовано. Ведь уже совсем скоро юные вундеркинды отправятся покорять неизведанный мир, мир знаний. А для того, чтобы идти в первый класс в полной готовности, нотариусы совместно с Белорусским Союзом Женщин организовали для ребят настоящий праздник. Сладкий стул, разноцветные шары и, конечно же, подготовили подарки, школьные портфели. Такая благотворительная помощь, поддержка, сейчас не только на уровне общественных организаций и общественных объединений, а оказывается в целом на уровне всей страны. Поскольку в канун нового учебного года традиционно выделяется материальная помощь многодетным, малообеспеченным семьям, в которых воспитываются дети-школьники. И, в частности, только в этом учебном году такая помощь выделена в сумме 21,5 миллионов рублей. Уже такую помощь получили порядка 79 тысяч многодетных семей на 159 тысяч детей. А в Брестской области такая помощь будет оказана 23 тысячам многодетных семей. Новенькие наборы ярких карандашей, пеострые краски, пластилин, разноцветные ручки, тетрадки, модные пеналы. Дети рассматривали подарки с большим восторгом и старались максимально искренне отблагодарить. Кто-то пел песенки, а кто-то прочел стихотворение. У меня сегодня праздник, я признаюсь, очень рад. Я горжусь до первоклассников. До свидания, детский сад. У нас портфели собирают, у нас может контора собрать, полностью укомплектовать, нотариальная контора. Могут совместно, вот мы все собираем, ну вот портфели тоже вместе. То есть есть портфели, которые уже укомплектованы, собирает полностью контора, а есть портфели, которые мы выбираем сами, в зависимости от того, мальчики, девочки, и что мы туда хотим положить. И выбирают вот как для себя, действительно, потому что самим интересно. Еще детство, ну казалось бы, далеко, но не настолько. И поэтому с удовольствием мы собираем, нам тоже очень интересно вот эти все детские товары видеть и выбирать. Ребята и их родители искренне поблагодарили организаторов за подарки к учебному году, проявленную заботу и внимание. Эти портфели станут хорошим началом школьного пути для будущих первоклассников. Акция была для меня неожиданной, конечно же, но очень приятной. Волнительно ли мне пойдет мой ребенок в первый класс? Нет, он уже третий в моей семье, который идет в первый класс. Поэтому пойдет уже по протоптанной дорожке. Сам он, конечно же, волнуется, конечно же. Он еще не знает, какое замечательное путешествие под названием «Школьная жизнь» ждет его. Но я думаю, что у него все получится. Правда? Когда один школьник в семье, это одна ситуация. Когда у меня в семье уже третий школьник, конечно же, в три раза надо больше всего. Несмотря на то, что что-то может остаться от старших детей, из той же канцелярии небольшой, все равно, конечно, опасть нужна каждому ребенку. И одежду тоже, конечно, удобнее носить ребенку новенькую, хорошую. Цены сейчас очень-таки достаточно большие. Но все равно где-то есть, вот сейчас же акции очень много проходят, да, можно собрать ребенка. Ну, я так думаю, что в пределах 700-800 рублей надо на ребенка. Потому что помимо того, что там одежда, портфель, канцелярские товары, надо же подготовить там, ну и обувь. Она же тоже на сегодняшний день недешевая, если хорошая обувь. Поэтому большое спасибо, что есть такие акции, да, когда все-таки и канцелярские товары. Вот я так думаю, что по весу там есть очень такие приятные сюрпризы будут для ребенка. Ну и сам портфель тоже, цены на портфель не дешевые. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, для первоклассники это очень хороший подарок. Этот пусть и небольшой вклад, еще один шанс сказать нуждающимся в помощи людям, что они не одиноким, что их проблемы интересуют других. Конечно же, хорошее настроение и только положительные эмоции гарантировали гостям праздника артисты. Они подготовили большое количество сюрпризов. Так что и малышам, и родителям скучать было просто некогда.